И на арену выходят хищники с совершенно другими охотничьими приемами и методами. На мелководье плавают рыбки-остеаноксы. Они кормятся у самой поверхности. Кажется, что они в полной безопасности. Но какой воздушный охотник способен ночью так точно выхватывать из воды свою жертву? У летающего убийцы есть лишь один ориентир. Еле заметная рябь, появляющаяся в тот момент, когда плавники рыбы задевают поверхность воды. И этой информации охотнику вполне достаточно. Это большой рыболов. Один из немногих видов летучих мышей, специализирующихся на рыбной ловле. Они кружат над гладкой поверхностью реки и с помощью эхолокационной системы точно определяют местонахождение жертвы. Летучая мышь издает ультразвуковые сигналы. Звуковая волна, встретив какое-то препятствие, возвращается назад, и мышь с помощью этого эхоэффекта выстраивает детальную картину окружающей среды. По мере приближения к жертве, мышь пользуется ультразвуком все чаще и у самой цели издает до нескольких сотен сигналов в секунду. КОНЕЦ 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 Каждая морщинка на водной глади несет для нее уйму информации. Но как летучая мышь ориентируется в запутанной картине кругов на воде, если их оставляет множество рыбьих плавников? Когда мышь не может точно нацелиться на добычу, она использует несколько иную тактику охоты. КОНЕЦ Обнаружив стайку рыб, большой рыболов пускает в ход свои огромные когти. Чтобы уменьшить сопротивление водной среды, когти он держит распрямленными. Мышь летит низко над поверхностью, погружает когти в воду и, загребая ими, подхватывает, как черпаком, ничего не подозревающую рыбу. Как только рыба поймана, летучая мышь прямо в воздухе отправляет ее себе в пасть. КОНЕЦ Зубы у летучей мыши похожи на человеческие. Передние заостренные, чтобы мышь могла держать ими добычу, когда висит вниз головой. Более плоские боковые зубы приспособлены для разжевывания мяса. За ночь летучая мышь может поймать до 30 рыб. Это действительно великолепно приспособленный тропический хищник.